Здравствуйте, уважаемые служители! Здравствуйте, товарищи марксисты и сочувствующие! Сегодня, вашему вниманию, мы хотим предложить работу Владимира Ильича Ленина «Государство и революция». Это работа очень важная в марксизме. Почему? Потому что даже недавнее, три года назад, совещание, состоявшееся по случаю 150-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина, в своем заявлении 89 коммунистических и рабочих партий, участвовавших в этой встрече по случаю 150-летия, обнародовали перечень важнейших теоретических работ Владимира Ильича Ленина. И эта работа «Государство и революция» попала в этот перечень среди других 15 работ, как бы основных теоретических работ, важнейших, вернее, теоретических работ. Ну и что же это за работа? Она была написана Владимиром Ильичем Лениным в августе-сентябре 1917 года. Если вы помните из истории, да должны, конечно, помнить, что в это время Владимир Ильич вынужден был скрываться от временного правительства, которое хотело его, можно сказать, растерзать, в лучшем случае посадить в тюрьму, обвиняя его в том, что все июльские события, мощные демонстрации рабочих солдат и других, значит, жителей Петрограда, которые вышли с протестом против политики временного правительства, против продолжающейся войны. Вот считали, что Владимир Ильич был главный виновник в этом событии и подвергся преследованию. Поскольку ему пришлось скрываться, вы помните, в разливе, вплоть до того, что изображать из себя косаря, заготовщика сена и жить в шалаше, вот в это время он очень много посвятил изучению и развитию марксизма, в том числе и написанию этой работы. Почему нужна была такая работа? Он в своем предисловии, так говорит, его слова хочу привести, о важности этой работы. Вопрос об отношении социалистической революции пролетариата к государству, говорит Владимир Ильич, приобретает не только практически политическое значение, но и самое злободневное значение, как вопрос о разъяснении массам того, что они должны будут делать для своего освобождения от иго-капитала в ближайшем будущем. То есть цель этой работы, он как бы раскрывает в своем предисловии, что должны будут делать рабочие массы для своего освобождения от иго-капитала. Как бы дает совет или рекомендации, не знаю как правильно. Работает довольно значительно, поэтому сегодня я хочу, и еще вот что хотел бы сказать, что вот эти важнейшие теоретические работы значительно позволили развить марксизм Владимиру Ильичу, и его большой вклад в развитие марксизма позволил нам сегодня говорить не только о марксизме, но и о марксизме-ленинизме. Часто, очень часто употребляется такое выражение, и почему ленинизмом называется, развитие марксизма лениным, очень хорошо об этом сказал Иосиф Виссарионович Сталин. Мы с вами где-то год назад, по-моему, может чуть больше, изучали работы Владимира Иосифа Виссарионовича Сталина об основах ленинизма. Эта работа, помните, сначала он лекции читал в Стрелловском университете, а потом их опубликовал. Они были опубликованы в апреле 1924 года, и там Иосиф Виссарионович задает такой вопрос в этой работе. А что же такое ленинизм? И сам отвечает на этот вопрос. Ленинизм есть марксизм эпохи империализма и пролетарской революции. «Теория и тактика диктатуры пролетариата в особенности». Вот так характеризует ленинизм Иосиф Виссарионович Сталин. И добавляет, ленинизм не только возродил марксизм, но он сделал еще шаг вперед, развив марксизм дальше. Вот такую оценку дал Ленину, вернее даже понятию ленинизм Иосиф Виссарионович Сталин. Ну и сегодня мы с вами рассмотрим, первая работа довольно обширная, поэтому мы рассмотрим сегодня с вами главу «Классовое общество и государство». Это первая глава в этой работе, так ее назвал Владимир Ильич. И значит она состоит из параграфов, и первый параграф он назвал так. «Государство – это продукт непримиримости классовых противоречий». То есть государство возникло из-за непримиримости классовых противоречий, так считает Владимир Ильич. И дает по этому поводу свои объяснения. Следующее. Он начинает с того, что с учением Маркса происходит теперь то, что не раз бывало в истории с учениями революционных мыслителей и вождей угнетенных классов в их борьбе за освобождение. Угнетающие классы при жизни великих революционеров платили им постоянными преследованиями, встречали их учения с самой дикой злобой, самой бешеной ненавистью, самым бесшабашным походом лжи и клеветы. После их смерти делаются попытки превратить их в безвредные иконы, так сказать канонизировать их, предоставить известную славу их имени для утешения угнетенных классов и для одурачивания их, выхолощивая содержание революционного учения, притупляя его революционное острие, опошляя его. Ну и сейчас очень даже успешно, особенно в отношении Осипа Фессерионовича, очень даже много так поступает, как вот сказал Владимир Ильич здесь в начале этой главы, в начале первого параграфа. Далее Владимир Ильич продолжает. При таком положении дела, при неслыханной распространенности искажений марксизма, наша задача состоит прежде всего в восстановлении истинного учения Маркса о государстве. То есть и наша задача, наверное, с вами тоже последовать совету Владимира Ильича. Для этого необходимо, говорит Ленин, приведение целого ряда цитат из собственных сочинений Маркса и Энгельса. Он не просто будет ссылаться в этой работе на Маркса и Энгельса, но и приводить цитаты. Ну и тут же он продолжает цитатой из классика, из Энгельса. Приводит такую цитату. Государство, говорит Энгельс, никоим образом не представляет из себя силы извне навязанной обществу. Государство есть продукт общества на известной ступени развития. Государство есть признание, что это общество запуталось в неразрешимой противоречии с самим собой, раскололось на непримиримые противоположности, избавиться от которых оно бессильно. То есть, государство, еще Энгельс сказал, что оно возникло, потому что возникли в обществе непримиримые противоречия. И Ленин комментирует это заявление Энгельса. Здесь с полной ясностью выражена основная идея марксизма по вопросу об исторической роли и о значении государства. Государство есть продукт и проявление непримиримости классовых противоречий. Государство возникает там, тогда и постольку, где когда и поскольку классовые противоречия объективно не могут быть примирены. И наоборот, существование государства доказывает, что классовые противоречия непримиримы. По Марксу, государство не могло бы ни возникнуть, ни держаться, если бы возможно было примирение классов. По Марксу, государство есть орган классового господства, орган угнетения одного класса другим, есть создание порядка, который узаконяет и упрочивает это угнетение, умеряя столкновение классов. Вот почему нужно государство с позиции марксизма, то есть с позиции Энгельса и с позиции Владимира Ильича Ленина. И в заключении этого первого параграфа он говорит, но если государство есть продукт непримиримых классовых противоречий, если оно есть сила, стоящая над обществом, все более и более отчуждающая себя от общества, то ясно, что освобождение угнетенного класса невозможно не только без насильственной революции, но и без уничтожения того аппарата государственной власти, который господствующим классом создан и в котором это отчуждение воплощено. То есть не только должна быть революция, решающая вопрос о власти угнетенного класса, но и уничтожение аппарата, с помощью которого угнетающий класс осуществлял свою власть над трудящимися, можно так сказать. Это что касается первого параграфа. Второй параграф Владимир Ильич назвал «Особые отряды вооруженных людей, тюрьмы и прочее». Здесь он говорит, это особое, опять же начинает с цитаты Энгельса, опять же с цитаты Энгельса он начинает этот параграф. И говорит, и приводит цитату Энгельса в следующее. «Это особая общественная власть необходима потому, что самодействующая вооруженная организация населения сделалась невозможной со времени раскола общества на классы. Эта общественная власть существует в каждом государстве. Она состоит не только из вооруженных людей, но и из вещественных придатков, тюрем и принудительных учреждений всякого рода, которые были неизвестны родовому клановому устройству общества». То есть при родовом обществе, когда не было классов, не было и вот этих соответствующих особых вооруженных отрядов для организации как бы угнетения классов. Такой можно сделать вывод из этой цитаты Энгельса. И продолжая мысль Энгельса, Владимир Ильич говорит, что постоянное войско и полиция есть главные орудия силы государственной власти. Складывается государство, создается особая сила, особые отряды вооруженных людей. И каждая революция, разрушая государственный аппарат, показывает нам обнаженную классовую борьбу, показывает нам воочию, как господствующий класс стремится возобновить служащие ему особые отряды вооруженных людей. То есть в классовом обществе всегда присутствуют именно вот эти особые отряды вооруженных людей, которые способствуют эксплуатации. И далее еще раз возвращается к Энгельсу Владимир Ильич и приводит такие его слова. «Общественная власть усиливается по мере того, как обостряются классовые противоречия внутри государства и по мере того, как соприкасающееся между собой государство становится больше и населеннее». То есть и между государствами возникают противоречия и вооруженные столкновения. И вот, как бы, подводя итог сказанному, Владимир Ильич говорит, что Энгельс умел еще в 1891 году указывать на конкуренцию завоеваний как одной из важнейших отличительных черт внешней политики великих держав. То есть уже еще Энгельсу было ясно, что без войн капитализм не может существовать. Это вот что касается второго параграфа. Третий параграф этой первой главы Владимир Ильич назвал «Государство – это орудие эксплуатации угнетенного класса». И здесь, опять же, можно начать с Энгельса. Здесь Энгельс говорит, так как государство возникло из потребности держать в узде противоположность классов, так как оно в то же время возникло в самых столкновениях этих классов, то оно по общему правилу является государством самого могущественного экономически господствующего класса, который при помощи государства становится также политически господствующим классом и приобретает, таким образом, новые средства для подавления и эксплуатации угнетенного класса. В демократической республике, продолжает Энгельс, богатство пользуется своей властью косвенно, но зато тем вернее, именно, во-первых, посредством прямого подкупа чиновников, а во-вторых, посредством союза между правительством и биржей. Вот такие мысли Энгельса Владимир Ильич приводит. И, соответственно, как бы добавляет к этому и анализирует то, что сказано Энгельсом. Он, Владимир Ильич говорит следующее. В настоящее время империализм и господство банков развили оба эти способа, о которых говорил Энгельс, отстаивать и проводить жизнь всевластия и богатства в каких угодно демократических республиках до необыкновенного искусства. Всевластия и богатства, и потому вернее при демократической республике, что оно не зависит от отдельных недостатков политического механизма, от плохой политической оболочки капитализма, демократическая республика есть наилучшая возможная политическая оболочка капитализма. И потому капитал, овладев этой наилучшей оболочкой, обосновывает свою власть настолько надежно, настолько верно, что никакая смена ни лиц, ни учреждений, ни партий, буржуазно-демократической республики не колебнет этой власти. То есть какие бы смены лиц, а это и сейчас продолжается, несмотря на то, что прошло более ста лет, когда говорил Владимир Ильич, то же самое, как бы не менялись верхушки в капиталистических государствах, какие бы партии буржуазно не приходили к власти, все равно власть богатства, всевластие богатства не колеблется, как сказал Владимир Ильич. Далее, еще одну мысль Энгельса приводит Владимир Ильич, государство существует неизвечно. Были общества, которые обходились без него, которые понятия не имели о государстве и государственной власти. На определенной ступени экономического развития, которая необходимо связана была с расколом общества на классы, государство стало в силу этого раскола необходимостью. Мы приближаемся теперь быстрыми шагами к такой ступени развития производства, на которой существование этих классов не только перестало быть необходимостью, но становится прямой помехой производству. То есть общество подходит, при рву, цитату, к тому, что стало помехой существования класса. И Энгельс продолжает. Классы исчезнут так же неизбежно, как неизбежно они в прошлом возникли. С исчезновением классов исчезнет неизбежно государство. Общество, которое по-новому организует производство на основе свободной и равной ассоциации производителей, отправит всю государственную машину туда, где и будет тогда настоящее место, в музей древностей рядом с прялкой и бронзовым топором. То есть с ликвидацией классов и государство не будет нужно. Вот что касается третьего параграфа, что я хотел до вас довести. Теперь четвертый параграф первой главы. Это звучит так. Отмирание государства и насильственная революция. Здесь также Владимир Ильич начинает с цитаты Энгельса. Энгельс говорит. Пролетариат берет государственную власть и превращает средства производства прежде всего в государственную собственность. То есть социалистическая революция все средства производства превращает в государственную собственность, говорит Энгельс. Но тем самым он, то есть пролетариат, уничтожает самого себя, как пролетариат. Тем самым он уничтожает все классовые различия и классовые противоположности. А вместе с тем и государство, как государство. Государство было официальным представителем всего общества, его сосредоточением и видимой корпорации. Но оно было таковым лишь постольку, поскольку оно было государством того класса, который для своей эпохи один представлял все общество. В древности оно было государством рабовладельцев, в средние века феодального дворянства, в наше время буржуазии. Когда государство наконец-то становится действительно представителем всего общества, тогда оно само себя делает излишним. С этого времени, как не будет ни одного общественного класса, который надо бы было держать в подавлении, с того времени, когда исчезнут вместе с классовым господством, вместе с борьбой за отдельное существование, порождаемой теперешней анархией в производстве, те столкновения и эксцессы, которые проистекают из этой борьбы, с этого времени нечего будет подавлять, не будет и надобности в особой силе для подавления в государстве. Вот такую довольно большую цитату приводит Владимир Ильич и заключает эту цитату такая мысль, что государство не отменяется, оно отмирает. И далее Владимир Ильич дает свой анализ, свои рекомендации по поводу тех мыслей, которые были изложены Энгельсом. Он говорит, не боясь ошибиться, можно сказать, что из этого замечательного, богатого мыслями рассуждения Энгельса, действительным достоянием социалистической мысли в современных партиях стало только то, что государство отмирает по Марксу, в отличие от анархического учения об отмене государства. Вот так. И далее Владимир Ильич продолжает. Энгельс говорит, что беря государственную власть, пролетариат тем самым уничтожает государство как государство. Буржуазное государство не отмирает по Энгельсу, а уничтожается пролетариатом в революции. Отмирает после этой революции пролетарское государство или полугосударство, как говорил Энгельс. Государство есть особая сила для подавления. Это великолепное и в высшей степени глубокое определение Энгельса, говорит Ленин, дано им здесь с полнейшей ясностью. Из него вытекает, что особая сила для подавления пролетариата буржуазией, миллионов трудящихся горстками богачей, должна смениться особой силой для подавления буржуазии пролетариатам. В этом и состоит уничтожение государства как государство. Об отмирании и даже еще рельефнее и красочнее о засыпании Энгельс говорит совершенно ясно и определенно по отношению к эпохе после взятия средств производства овладения государством от имени всего общества, то есть после социалистической революции. Мы все знаем, что политической формой государства в это время является самая полная демократия. Но демократия есть тоже государство, и что следовательно, демократия тоже исчезнет, когда исчезнет государство. Буржуазное государство может уничтожить только революция. Государство вообще, то есть самая полная демократия, может только отмереть. То есть вот как Владимир Ильич советует различать понятие уничтожения государства и отмирания государства. То есть это разные вещи для разных эпох и для разных классовых состояний, можно так сказать. И далее, продолжая мысль о демократии, Владимир Ильич говорит, мы за демократическую республику, как наилучшую для пролетариата форму государства при капитализме. Но мы не вправе забывать, что наемное рабство есть у дел народа и в самой демократической буржуазной республике. Всякое государство есть особая сила для подавления угнетенного класса. Поэтому всякое государство несвободно и ненародно. Маркс и Энгельс неоднократно разъясняли это своим партийным товарищам. Так говорит Владимир Ильич. И продолжает дальше. В этом же самом сочинении Энгельса, из которого все помнят рассуждение об отмирании государства, есть рассуждение о значении насильственной революции. Историческая оценка ее роли превращается у Энгельса в настоящий панигерик насильственной революции. И Владимир Ильич продолжает. Вот это рассуждение Энгельса. То есть как бы панигерик революции. Энгельс говорит, что насилие играет также в истории другую роль, кроме свершителя зла. Именно революционную роль. Что оно, по словам Маркса, является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым. Что насилие является тем орудием, посредством которого общественное движение пролагает себе дорогу и ломает окаменевшие, омертвевшие политические формы. Вот такую цитату Энгельса он приводит. И далее, как бы, в заключение этой первой главы, в целом, Владимир Ильич говорит, «Учение Маркса и Энгельса о неизбежности насильственной революции относится к буржуазному государству. Оно сменится государством пролетарским не может путем отмирания, а может, по общему правилу, лишь насильственной революцией. Смена буржуазного государства пролетарским невозможно без насильственной революции. Уничтожение пролетарского государства, то есть уничтожение всякого государства, невозможно иначе, как путем отмирания». Вот на этом, как бы, на этой мысли заканчивается первая глава этой работы государства и революции. Пожалуйста, что хотели бы Вы дополнить, может быть, какие-то вопросы возникли. Давайте обсудим. Что с Владимиром Ильичем, что с Энгельсом. Но пару вопросов мы можем все-таки задать. Давайте. А вот по поводу насильственной революции. А у нас же был опыт Октябрьской революции. Пришли матросы, сказали, что ровно стал... Конечно, это что же насилие. Не, подожди, а что тогда Вы считаете насилие? Обязательно нужно брать винтовку и стрелять, тогда насилие. Почему? Они не хотели, подожди, они же не хотели сидеть, эти ребята. Все, их насильно отстранили. Это тоже насилие. То есть, караул перестал их охранять, им надоело, они ушли. Дело-то не в караулу. А они сами разбежались, пока их это самое... Караул-то действовал с разрешения советской власти. Если его... Да, правильно. Советская власть разрешила их охранять. Они ушли. Нет, нет. В чем насилие заключалось? Насилие в том, что их отстранили от управления. Не от власти, а от управления. Они хотели управлять государством, эти ребята, для которых караул устал. Вопрос в том, что они не могли приказать караулу охранять и нас дальше. Нет, не могли, потому что фактически власть-то перешла... Там-то представители буржуазии сидели, которые караул сказал, устал. А устать-то им приказал класс, который уже взял. Власть, это пролетариат, он управлял. И поэтому, вернее, у него была власть, и у него свои были органы управления. Они по-своему решали свои задачи в интересах именно нового класса, освобожденного от эксплуатации. Вот в чем тут проблема? Я не вижу, почему вы считаете, что тут что-то не так. Нет, ну хорошо, давайте предмет какой-то Березовский или Гусинский. Его охрана надоела ему. Мы устали, мы учили. Подожди, подожди. Ничего, насилие что ли к ним в Березовском появились? Нет, тут тоже, тут возможно тоже насилие, но тут, видишь, тут уже один и тот же класс. Это уже перевороты, это не социальная революция, а это как бы верхушечные перевороты представителей одного и того же класса. Поэтому не надо здесь путать революции с пучами, да, и с переворотами. Почему не в Российске добавили, на забавный момент, почему авторцы подошли, вы просили, что ли они стали. Тормально, вот этот Дума, кто-то был, не помню, они потеряли большинство, у них не было возможности принимать решения. Конечно, да. И Дума, усидители собрали. Я в ВСР, да, уже и в ВСР я покинул, и большевики. Да, 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 большинство не могли принимать никакого решения. Конечно. И не только они не могли принимать решения, и не представляли большинство, они вообще не представляли интересов класса, который уже пришел к власти. Они не представляли интересов рабочего класса. То есть они и юридически не могли, даже по своим этим, и юридически по ситуации также не могли. Съезд к тому времени передал власть органам, вернее, передал управление советской власти как органам управления. Поэтому это учредительное собрание представителей мелкой буржуазии и прочих представителей, не относящихся к рабочему классу, они уже как бы не представляли действительного органа управления для государства, где власть принадлежала рабочему классу. Поэтому они были не нужны. Факт, который сейчас озвучили, это еще одно подтверждение к тому, что революция была ненасильственной. Как это ненасильство? Ну как это ненасильство? Ну вот я говорю, у вас неправильное представление. Там же Зимний Дворец там, правда же. Неправильное представление насильствия или ненасильствия. То есть если никто не стрелял, значит и насильствия. Но это неправильное представление. Там же Зимний Дворец, мы прекрасно знаем, казаки сами ушли, женский батальон сдался. Это правительство было отправлено в тюрьму под конвоем, ну как же это не насилие, это насилие, в тюрьму Петропавловскую крепость отправили, это временное правительство после штурма Зимы под конвоем, ну как это, я не понимаю, это же не обязательно нужно было по ним стрелять, но тем не менее все-таки они не по доброй воле ушли в Петропавловскую крепость. Ну хорошо, останемся каждый при своем мнении. Еще давайте какие вопросы возникнуть. А давайте второй вопрос, опять же, начинается с того, что государство появляется как результат классовой борьбы. Разделение на классы, разделение общества на классы. А у нас же, ну тогда-то примеров не было в то время, поэтому, соответственно, пленник-то не приводит в своей работе. Почему приводит? Я ж не полностью все. Он и приводит здесь примеры. Примеры того, когда у нас капитализм, собственно, сменился на социализм, и когда вроде как исчезли классовые противоречия. Как это исчезли? Никуда они не исчезли. При социализме классовые противоречия никуда не исчезали. Противоречия были в Советском Союзе, и почему он не перестал? Основное противоречие, как всегда, между трудом и капиталом. То есть, капитал никуда не делся после, как говорится, 7 ноября. Еще длительное время целый ряд предприятий оставался в частной собственности. Но по мере развития социалистической революции они переходили в государственную собственность. Потому что правильно Ангелестук говорит, что первоначально они должны перейти после социалистической революции. Средства производства должны сначала в государственную собственность перейти, потому что еще не коммунизм наступил, когда нет государства. Когда классов не стало и государству не нужно было кого-то подавлять. А подавлять сопротивление буржуазии нужно было. И пока существовало советское государство, все время приходилось подавлять. И в конце концов получилось так, что помните в конце 90-х годов, то есть вернее в конце 20-го века, в начале 90-х не удалось противостоять буржуазии. И она взяла, перехватила власть. А не важно новые или старые. То есть при социализме, при советской власти всегда зарождалась на базе мелкой буржуазии. Но тот же Березовский не торговал у детства. Он когда? Когда перестройка? Пошел перестройка на капиталистические... Ну, 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 так раз. А что такое перестройка? А что такое перестройка? А до этого-то с кем государство было голосом? В 60-е, в 70-е. Березовский еще был маленький. Ну и что? Так при чем тут Березовский? Надо смотреть в экономику, а не в личности. В экономику. Какой у нас был капиталист в 60-х годах? Какие капиталисты? А вот эти всякие начали, начиная с 22-го съезда, возрождая всякие кооперативы, потом эти... В 50-х годах почему государство не перестало существовать? Подожди, как? А подожди, а различия были между... Классы-то существовали, и рабочие классы крестьянства продолжали существовать. Это у нас в стране. А классы эксплуататорские за границей. От них тоже надо было защищаться. А раз нужно... Тут же говорится у Маркса, то есть у Энгельса и у Ленина о том, что не только внутри приходилось, а между государством по мере, как они крепли. Помнишь, такая мысль тут прозвучала у Владимира Ильича, что между государством возникает трение? А раз между государством, то есть нужен аппарат вооруженный для защиты? Подразумевает, что для внешнего мира мы государство, а для внутреннего мы не государство? Как это? Нет. До тех пор, пока не ликвидированы классы, пока не ликвидированы классовые различия, пока, как наука говорит, марксизм, пока не ликвидированы были противоречия между умственным и физическим трудом, противоречия между городом и деревней. До тех пор государство было необходимо. Это во-первых. А во-вторых, оно было необходимо, пока существует капитализм в других государствах. Это вот не так просто подойти к тому, чтобы государство отмирало, как говорил Маркс и как развивал эту мысль Владимир Ильич. Это не так, как вам кажется просто. Это анархисты говорили, что мы после революции сразу отменим государство. Да, это анархизм. Это не марксизм. Хорошо, смотрите. Марксизм, социализм, революция победила во всех странах. Капитализма не останется. Но государство, по-моему, получается, все равно останется, так как останутся крестьяне и рабочие. Да, до тех пор, пока средства производства не развиты настолько, чтобы полностью удовлетворять все разумные потребности всех членов общества. И чтобы не было различия вот именно между умственным и физическим трудом, между городом и деревней. Не было такого, ну как бы, очень резкого отличия. Вот это только после того, как будут ликвидированы эти противоречия. Тогда только государство может отмереть. А эти противоречия может в денежной реформе? Нет. Денежная реформа тут ни при чем. Деньги вообще это как бы пережиток капитализма. При коммунизме они должны быть отменены, потому что товарообмена при коммунизме не должно быть. Это только при капитализме существует товар и товарообмен. И, собственно, деньги это все пережиток при социализме. То есть это переход коммунизма от капитализма. А при коммунизме это все исчезает. Товар, деньги, все это исчезает. При коммунизме будет происходить продуктообмен без всяких денежных посредников или посредников денег. Но при этом средства производства нужно развить настолько, чтобы они могли удовлетворять все разумные потребности всех членов общества. Вот так нужно развить средства производства. Это очень сложная задача. Видимо, социализм после того, как он победит в большинстве стран, он будет долго еще существовать. Пока мы перейдем к коммунизму. Ну, тут что делать? Это развитие человечества. Оно требует значительного времени. Так получается, что, в противоречии, снимать, наверное, у нас это что-то не получалось. Снимать, да. Снимать, но снять эти... Восемьев Теорий же сам прочитал. Вон, где написано, что пока остаются классы. Тормозится развитие общества. А если у вас остается класс рабочих и крестьян, тормозится развитие, и коммунизм никогда не доставят. Никогда не разогнется средства производства. Я с такой-то автологией не согласен. С вашей. Сразу говорю, да. Сразу говорю. Это не вопрос, это автология. Я с ней не согласен. То есть разогнется только очень-очень медленно, да? Что? Да нет. Может, я неправильно выразился. Потребуется значительное время. Не то, что очень медленно. Так что это будет зависеть от того, как будет происходить развитие средств производства. Как будет произойти развитие человечества. От многих факторов. Трудно предсказать. Трудно предсказать, как скоро это произойдет. Можно с верностью сказать, что когда подкраснет солнце, это кому-нибудь наступит. Нет. Противоречия между городом и деревней, например. Так. Надо сначала понимать, что это за противоречия. Конечно, да. Конечно. И между умственным и физическим путем тоже. Конечно, да. А иначе мы просто устраняем. Нет, конечно. Пусть он полдня так работает, а полдня так работает. Нет, нет. Насильственно ничего тут решить нельзя, конечно. Тут решить. Тут только экономически, с помощью развития средств производства и развития культурного уровня членов общества. Две важные задачи придется решать. Так как у нас есть государство, то будет насилие. Конечно, государство, оно и существует для насилия. Но для насилия над кем? Вот вопрос. Над классами. Ого. Пока существуют классы, да. Пока существуют. Как только классы исчезнут, так и насилие не над кем будет осуществлять, и государство не будет. Ну, вот только что. Ну, я думаю, что мы эту мысль, как этого достигнуть, мы только начали изучать. Мы еще продолжим с вами изучение этого вопроса. Что нужно сделать, как сказал Владимир Владимирович в предисловии, что они должны будут делать для своего освобождения от их капитала. Что нужно сделать. Вот Владимир Владимирович делится своими мыслями, своим пониманием марксизма и как науки. Вот и поэтому мы и с вами изучаем этот вопрос. Ну что, закончим на этом? Ну, в чате у нас вопросов нет, так что, наверное, можно... Давайте заканчивать. Продолжение следует...